Добрый вечер! Сегодня в нашем музее праздник мы открываем замечательную юбилейную выставку «Образ, форма, цвет» Светланы Мамоновой. Она член Союза художников, очень много и галлий у нее разных. И сегодняшняя выставка — это итог 40-летней творческой работы. Добрый вечер! Сегодняшнее мероприятие получилось очень разнообразным, интересным, на любой, как говорится, вкус и цвет. Я думаю, что каждый зритель найдет для себя здесь свой любимый экспонат. Я хочу с удовольствием предоставить слово председателю Союза художников Кабардино-Балкарской Республики Тимирканову Геннадию Жановичу. Спасибо большое за предоставленное слово. Мне сегодня очень приятно открывать выставку. Выставка очень разноплановая. Сегодня Светлана у нас показала себя, скажем так, во всей красе. Она показала то, чего многие, наверное, зрители, все не буду говорить, но многие, я точно не видел. Это и куклы, это и малая пластика, это и скульптура, и живопись, и графика. То есть абсолютно разноплановая, интересная, богатая выставка. Работы очень философские, очень глубокие, очень интересные. И я всех, кто увидит сегодняшнее открытие по телевизору, я всех приглашаю посетить эту замечательную выставку. Хотелось бы еще передать приветственные слова Светлане. Сегодня позвонил Толик Жилов. Он, к сожалению, вернее, не к сожалению, к радости сделал вакцинацию, но немножечко она у него как-то тяжело проходит, поэтому он попросил передать огромный привет. Он обязательно на днях зайдет и посмотрит выставку. Он сказал, очень хотел поприсутствовать на ней. Также Зумакулов Борис Мустафаевич попросил передать привет, поздравление с открытием выставки. Он сегодня в отъезде по работе, срочная, внеплановая была. Так он говорит, что чуть позже тоже будет на этой выставке. Обязательно посмотрит работы. Спасибо большое всем, кто пришел. Надеемся, что вы приведете детей, близких, друзей на эту замечательную выставку. Хочу с удовольствием предоставить слово издателю, литератору, краеведу Виктору Николаевичу Котлярову. Мне кажется, эту выставку надо смотреть не только обещая сюда прийти, а сюда надо приходить. Потому что то, что вы здесь видите, это необычно, это привлекает взгляд и, конечно, заставляет задуматься. Свету я знаю столько лет, что даже уже неудобно и говорить. Но она всегда осталась такой, как была. Тоненькой, прозрачной, чистой, светлой. Не случайно ей посвящались стихи наши выдающиеся поэты, в частности, Георгий Яропольский. Но самое главное, что несмотря на свою духовность, внутренняя духовность, которая оставалась сильной личностью, личностью, причем скульптором, я считаю, выдающимся скульптором, посмотрите на ее работы, работу из дерева, посмотрите на ее работы из камня. Каких усилий требует это все, чтобы отразить в камне, в таком тяжелом, тяжелом материале, то, что она видит и как видит. Главное, что отличаются все эти работы, такие разноплановые, совершенно. Здесь и живопис, здесь и скульптура, здесь и своего рода декоративно-прикладное искусство. Главное, что их отличает, это, конечно, душа. В каждой из них, в каждой из этих работ, средственна душа. Прежде всего, конечно, света, как я ее знаю, была и осталась своего рода человеком, верящим в высшее начало. В какой-то мире мистика. И вот этот мистицизм, он проглядывает во многих ее работах. Посмотрите на них, посмотрите на Паганине, посмотрите на те работы, которые будут живописные у нас с правой стороны. И вот эта духовность, вот эта высота Бога, она проглядывает во всех. Сегодня у Светы не просто юбилейная выставка. Сегодня у нее день рождения, сегодня у нее юбилей. Не хочется поздравить с этой датой, на которой не хочется называть, сколько... Разве важно, сколько тебе? Разве важно, что ты, несмотря на вот эти десятилетия, несмотря на трудности, а у Светы жизнь очень и очень недостая. Много проблем. Великое множество проблем. И одна из них, о которой я хотел бы сказать, это недооцененность. Недовиднее тех, кто должен видеть, что рядом с нами живет человек, я этого не побоюсь слова, выдающийся по своему таланту, по своему уму. Я хотел бы поздравить Свету еще раз говорю с этой выставкой. Мы выпускали все ее предыдущие буклеты, которые вышли и которые отображают ее путь. И я, как будто который знает все, что она ведает, был все равно удивлен. Особенно последние работы, которые, скажем так, это своя иконопись. Она, конечно, не классическая. Она не идет в русле того, что принято. Но это ее восприятие Бога, восприятие высших сил. И оно не просто в этих иконах, но показывает ее взгляд, ее вращение, ее видение. Света, тебя поздравляют твои друзья из Ессентуков. Они только что звонили. Они собираются сюда приехать. Я был немножко расстроен, когда увидел, что около четырех здесь никого не было. Оказалось, очень много людей хотят видеть, хотят познать твой мир. И им всем спасибо. К тебе, Светлана, успехом. Спасибо. Спасибо большое. Светлан, я хочу тоже передать вам поздравления от министра культуры. Он тоже находится сегодня в выездной повестке. Он тоже желает вам здоровья, успехов. И он обязательно посетит эту выставку. Дорогие друзья, но сегодня у нас много и родных, и близких Светланы. Я знаю, что ее однокурсники приехали из Москвы, да, Светлана? Вот я хочу предоставить им слово. Не стесняйтесь, пожалуйста. Всем желаю здравствуйте. Несколько неожиданно, потому что вам был записан другой человек совершенно, поэтому не придется, что придумать. Но прежде всего я хочу поздравить и Светлану, и всех вас с замечательной выставкой. То есть выставка, удачные, сильные работы, они действительно философские работы, они глубокие, и это плод 40-летней жизни, ну, творческий, как бы творческий отчет за те 40 лет, которые прошли после окончания Березинского художественного училища. Мы учились в одной группе, закончили в 1984 году, и всех жизнь разметала. Приехали всего два человека из группы, хотя планировали все, но жизнь складывается так, что кто-то в какой-то командировке, кто-то живет за границей и так далее. Мы сегодня уже звонили из-за границы, поздравляли. Вот, и я хочу еще раз поздравить всех вас, всех нас с замечательной выставкой, с замечательным человеком, вот, с которым нас судьба свела, и всем пожелать приятного времени и приятного просмотра. Наслаждайтесь. Спасибо. Так, ну я вас приглашаю, со Светланой разговаривали перед открытием, она сказала, экспромт будет. Если есть желающие, пожалуйста, я вас приглашаю к микрофону, не стесняйтесь. Я вижу просто пару часов. Да, конечно, Владимир Марченко, художник. Здравствуйте. Ну, мы со Светлой еще учились вместе, в школе, и за одной паркой сидели целый год. Я давно ее знаю, и хотел ее поздравить с этим юбилеем. Прекрасная выставка, все хорошо. Света, здоровья тебе побольше и творческих успехов. Ну, все. Спасибо. Спасибо. Я хочу предоставить слово Хараеву Феликсу Ахмедовичу. Спасибо. Очень жаль, что я учился со Светланой. Сейчас она преобладает такая точка зрения, что все вещи имеют определенную энергию и что они заслуживают свободу. Дедушка Рерих, Николай Рерих, говорил, что среди всех этих предметов надо доделить предметам искусства. Авторы всегда вкладывают туда свою энергию, энергию, опыт, свою точку зрения. И они заслуживают вот этой свободы. Я был за границей, не в одной стране, и видел, что там свободу предметы искусства имеют полную. Мастерские, все открытые. Они являются местами посещения туристов. Маршрут входит. Вот мастер здесь работает. Открыта одна стена. И вот видит все. У нас почему-то прячут. Я много раз посещал разных скульпторов, в частности, Кокумачево, нашего гоменитого. У него спрятано 90% под замки. Модель различных. Вот я к Геннадию попрощаюсь. Дай свободу. Скульпторам, произведениям, дай свободу. Откройте. Людям покажите. Туристам покажите. Энергией поделитесь. Поделитесь энергией. Вот это ясно. Как Керцин говорил. Берите скульптор. Берите скульптор. Энергией поделитесь. Лэтiting администер.